О переходе на новый вид транспорта в России говорят уже давно. Кроме того, исследования социологов подтверждают готовность россиян пересесть за руль электрокара. На данный момент порядка 60% населения знает про электромобиль и минимум 25-30% готовы приобрести новую машину с зарядным устройством. Почему люди хотят в перспективе приобрести электрокар? Узнаем преимущества электромобиля. Во-первых, это тяговые характеристики электродвигателя. Они принципиально отличаются от тяговых характеристик двигателя внутреннего сгорания. Это коэффициент полезного действия, это надежность, это итоговая стоимость владения. И тот плюс, который есть в отсутствии шума, на него можно даже посмотреть с точки зрения минуса. Мы не слышим, как они приближаются. Однако россияне все еще не перешли на электрокары. Значит, есть какие-то сложности, затрудняющие использование нового вида транспорта. Наработок в России много, и научно-составляющая решена, но производственная часть хромает. Это именно аккумуляторная батарея. Вообще, накопители энергии на сегодняшний день – это главная, наверное, проблема энергетики в целом. Здесь ограничений как таковых нет, потому что мы имеем опыт авиации на электротяге, и уже эксперименты успешные по этому поводу есть. Электромобиль необходимо заряжать, но и обычную машину тоже требуется заправлять. По мнению инженеров, ограничения здесь скорее психологические. Для справки отметим, что в большинстве электромобилей заряда хватает на 150 км минимум, а среднесуточный пробег среднего россиянина – около 30 км в сутки. Получается, электромобиль выгоднее не только в экологическом плане. Однако энергия из воздуха не берется и в никуда не исчезает. Даже после электромобиля остается вредный углеродный след. Промышленная генерация все равно на порядок будет и выгоднее, и экологичнее, и локально она размещена не в центре города. Поэтому говорить о том, что электромобиль – это то же самое, но вид с другой стороны – это неверно. Допустим, россияне перейдут на электрокары. Как в таком случае будет выглядеть обычный день владельца такой машины? Эксперты утверждают, что жить с электромобилем станет на порядок проще. Не жизнь, а сказка. Не потому что нереальная, а потому что в ней комфортно находиться. Сейчас в эксплуатацию уже прочно вошли самокаты и мопеды на электротяге. Век электромобилей приближается. Федосия Иршова, Ленардо Влесьяров, Универ Ньюс.